всем привет патч 3.17.4 и это у нас дрейк корсар многие ждали этот корабль и это реально такой конкурент от для rsi андромеда от дрейков потому что по сути этакая тоже мультироль и как вы сами видите он уже такой асимметричный таких кораблей кстати всего несколько как бы сам корабль практически одинаковые но вот крылышки уже отличаются если вдруг вы не знали левый alt плюс кей и вот так вы сможете сделать свои крылья а то некоторые писали что блин он же не раскладывается это исследовательский корабль по большей степени но я бы его лично назвал просто мульти функциональным кораблем очередной веткой для вашей команды либо для соло игры потому что он игру завозит и технику возит и толпой погонять можно и пострелять можно и поисследовать можно короче дофига чё можно на нем делать и вот я вот я ржал с этой вот фишки смотрите вот папа мне же эту тушу будет полегче сажать это вот этот маленький движок опустится вниз но опять же приятно в конце концов конечно андромеды там тоже такие же вертикальные движки так то есть но дрейки тоже дрейки любят покрутить своими движками вспоминаем катлас и вспоминаем катар как бы вот для тоже крутится и так коламага стоит 270 баксов либо 300 за кредиты и довольно таки реально интересный корабль интересное оснащение и так пойдем по самому сразу вкусному как вы видите здоровые туши которые впереди меня висят я кстати наверху нахожусь это четыре пушки четвертого размера гимбальные можно крутить как классно шатает можно поменять на пятерки жестко злостно будет стрелять кстати говоря немножко тогда будет проигрывать там той же андромеде потому что там движки стоят тоже можно поставить пятерки но на движки но движки немножко все-таки могут подруливать и такую роль гимбальную они делают здесь же нет также у меня под управлением две пушки третьего размера уже на этих крыльях к сожалению крылья ломаются просто на раз-два неправильно сели вас обстреляли и все пока и плюс 8 ракет второго размера 8 ракет опять же отломали вам крыло и все ваших ракет уже нету 4 держателя 8 ракет можно поставить тройки можно целую армаду единичек поставить тут уже на ваше усмотрение сложился красиво блин прикалывает мне эта фигня конечно свет хороший светит реально хорошо в отличие от некоторых кораблей здоровые такие лапы вот тут уже как говорится на вкус и цвет хотя вот лично конечно если вы немного неправильно приземляетесь лапы здоровые в плане именно как бы в длину а вот высота вот смотри я могу легко приземлиться на нижние пушки и сломать их поэтому очень ребята аккуратно придется вам сажать вашу колы могу ясно дело складывая крылышки иначе вы потеряете эти крылья уж как есть для меня конечно это лично такой небольшой минус но это лично мне тут уже смотрите дальше сами и так что у нас есть внутри второго размера два кулера два пару power plant а ищет третьего размера то есть что-то мелкое и надоедливое немножко задолбается вас ковырять все-таки третий размер считает уже нормально от мелких кораблей вас точно будет спасать ну что ж я здесь ребята прям угорал кто помнит самый первый катлас black просто ребята напишите в комментарии просто старые пердуны красавцы там был вот этот вот вентилятор я забыл сказать когда делал обзор на катар вот здесь вот слева внизу там тоже есть вентилятор который на вас дует я с этого тоже ржал сидел их я забыл это сказать но да ладно и так вы гляньте и б и ножки поехали это же мать его дрэйк он создан просто на тумблер а и поменяет давай хаба кнопочки 2d радар все на тумблер как бы клавиатуру кстати еще на какой-то хрен сюда напихали как бы к забавная бандура но блин блин это сващего тут даже валяется отдельно работающий ребята монитор его некуда было по ходу подключать и такие и так сойдет хрен ли нам с него брать и просто шмальдуль его сюда положили как бы все обзор хороший для исследователей конечно не карак но были ребят ценовой категории все-таки другая сами понимаете ну что пошли смотреть что у него есть второй копил вот я я с этого реально прям порадовался садись и здрасте я приехал вот это прикольно да и ты такой сразу блин круто правда вот мне очень интересно как вот пути я могу как бы чем-то управлять я все думал что я тут не знаю захватом буду орудовать может это кстати сделают пике узнает вот или что-то еще но где-то вот она вот она кнопочка отдельно управляемая турелька две пушки второго размера которая на крыше находится который может как это анти анти воздух очень неудобно крутить чтобы я сам себя не стрелял конечно когда крылья разложен я конечно буду нормально крутиться но все же вот такая вот фигня вот она как раз по центру наверху вот она стоит и такой у поехали прикольно потайное место слушай когда второй человек сюда уезжает надо сюда спрыгнуть и вот очень интересно ты там останешься жить сможешь оттуда вылезти или нет как вам ребят мысль но да ладно пойдем далее что у нас тут есть как обычно всяк круто как ё-моё испугался кнопочка нажимает смотрит нажимается не хухры мухры сразу можно поспать и я не знаю обогрев это выхлоп это что это за хрень при на тебя здесь дует или тебя всосет туда уж вики узнает и так здесь у нас есть персональный инвентарь для костюмов закрыт кстати говоря можно свет можно выключить а вот здесь вот очень аккуратненько хопа и откроется ваш персональный инвентарь куда вы сможете сложить свои вещи еды воды всякое такое очень довольно удобно но опять же про это еще надо знать ясно дело легли в кровать когда вся команда там вышла из игры вот или вы один здесь летаете можно спокойно зайти потом в игру именно вот где вы логовнулись там же вернетесь в игру поэтому тема кровати ребята она всегда очень актуальна ну что ж обратите внимание на вот это специального сейчас озвучу идем далее как я говорил летать можно командой и огневая мощь у этой дуры довольно таки хорошая весь бог просматривается турелькой прям вот очень хорошо ясно дело здесь две пушки второго размера довольно таки классно и быстро могут накидывать все дружно смотрите вперед как бы отстрелялся капитан по центру чуть-чуть направил корабль в сторону 1 тур или работает крутанулись 2 тур и работает с другой стороны и прям давай давай наяривай как бы очень интересно если у той же андромеды я буду ее с ней сравнить потому что и по цене плюс-минус как бы и реально с ней лучше всего сравнивать андромеды сверху снизу здесь слева справа и еще дистанционно управляемый сверху кстати стволов тогда больше даже получается прикольно а какой с андромеды сравнивать ее надо с этой сравнивать аквилла 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 вот одна ценовая категория с аквилла сравнивать то я уж сам запутался и так ладно все здесь все понятно 2 турель 1 турель идем далее такой ты хрен такая здоровая перегородка и так каюта следующее обратите внимание тоже ясно дело свой инвентарь все все как есть следующая каюта тоже и еще одна каютка да да самый такой инженер по ходу тут реально уже такой подготовленный уже давно здесь наверное как раз капитан правда почему он далеко спит но да ладно это уже говорит так чисто тема для поржать вентиляция с каждым разом с каждым новым кораблем добавленный в игру циги все больше и больше и больше добавляют сюда каких-то интересностей больше детализации вот это реально классно прям радуюсь кстати чего фонтанчик попить или или ребята у вас есть мысли вообще что это и так место встречи всей команды обсудить куда вы полетите кого вы грабанете все в таком же духе как бы место посидеть попить приготовить пожрать что-то тут сложить как бы все это здесь есть далее мы поели мы подготовились мы пошли на нужное нам дело хоба здесь есть толкан один на всю команду но как бы пофигу душ тоже мне это вот это сопло всегда почему-то не душ напоминает а как будто меня здесь просто сейчас вот вот как выхлоп я не знаю ну ладно он он капает блин это дрейк ребят это 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 дрейк из говна и палок работает капает дребезжит того гляди развальца пока ты летишь но он работает и да здесь нету туалетной бумаги да ребята поэтому но не забывайте вы же на дрейке значит вы скорее всего все-таки пират контрабандист и так далее поэтому вам не надо смотреться в зеркало вам не надо вытирать свою булку как бы как это есть это пяточки подтирать что ли не что это или салфетка фиг узнает здесь хотя бы есть зубная щетка хоть кто-то зубы хотя бы чистит вот что то есть все погнали дальше сюда такой заходишь его по блин опа блин это святая святых всего корабля поэтому это место ни в коем случае вам нельзя сдавать из интересного генератор гравитации и сразу смотри не работает ничего не могу сделать когда-то там этим дело можно будет управлять и вырубить нафиг на корабле гравитацию вот это прям прикольно смотри кнопка даже подсвечивается видите но пока не открывается когда-то допилят и станет этот корабль еще интереснее ну что ж идем далее тут ясно делаю все ваши компоненты от корабля ни в коем случае нельзя как говорил сюда никого пустить если вам это все раздолбают когда-то опять же в будущем забегаем наперед все стандартно если это все раздолбает вам будет ясно дело плохо еще компоненты как бы здесь компоненты как бы реально святая святых кстати топливные баки реально очень большие все-таки корабль исследовательский поэтому улететь вы прям прям реально далеко можете отдельная комната хова с выходом наружу и так что у нас есть специальные держатели под большие пухи под небольшие пухи под костюмы под винтовки под пистолетами кстати не знаю гранат наверно можно сюда будет положить там мультитулы всякие это такая чисто выход в бок опять же вышел закрыл дверку тумблер тумблер блин не тачскрин от тумблер и ручками и пошел кому-нибудь застыковаться и что-нибудь там поделать горбануть кого-нибудь чтобы нет ну или на станцию пойти вот из интересно вот закрываешь двери успел потому что когда дверь открыта мне вот дверь хочу за вот так вот есть тянутся надо реально тянуться надо неудобно но вообще неудобно жара идем далее следующий дверь это у нас уже наша жопа и так здесь вот в этот весь ряд помещаются семьдесят два ящика много ну конечно это нежное дело не торговый корабль но все-таки много сюда спокойно можно загнать несколько видов техники ясно дело в нескольких экземплярах потому что место реально много кстати говоря джипов сюда прям можно целую кучу загнать и самое главное вот это место еще тоже используется главное аккуратненько тоже к сюда запарковаться то есть место прям ду реально много я вот этого ребят прям порадовался потому что исследователь даже самая к вилла кстати говоря если с ней сравнивать вот и взял с собой одну курсу и хватит как бы и все а здесь ты можешь спокойно взять целый ряд ящиков и сюда еще курсу поставить или несколько джипов сюда поставить и как бы вообще прям те прекрасно будет меня вот честно это прям очень порадовало и так раз-два смотрим что здесь что мне очень радует опять же если сравнивать с аквилой очень быстро открывается аппарель прям реально классно и глазастые люди заметили новая кнопка flood light то это такое это подсветка мы вот вылетели смотрим сюда на вот эти вот фонари они сейчас выключены я тут такой и раз нажал и когда мы будем в темноте хопа здесь есть свет во многих кораблях реально сзади нету света и ты такой просто вот в темноте ходишь где-то а здесь свет есть мелочи блин ну реально мелочь а приятно да согласитесь мне вот это порадовало вот честно порадовало и это еще ребята не все есть еще одно место который я ставил специально потому что я с него ржал огонь и я я подожди я я забыл где она была реально забыл где ты приколись вроде корабль то линейный а я в нем умудрился реально умудрился заблудиться где ты стой вот я вася так боковушка и боже ты мой вот я вася нет и здесь нет и здесь толкан нет стена твою мать вот ребят делаешь обзор до такой и как бы об кнопка я профессиональный обзорщик лайки подписки сидела и так ребят это просто супер гильд идеальная вещь как обычно от дрейков как обычно мать его на тумблерах на тумблерах и мы можем выйти в три места и так первое у нас два входа в корабль сзади через аппарель либо вызвать вот здесь то есть когда мы снизу находимся вернее сбоку сами помните ножки маленькие у этого корабля что для меня ну честно прям ну правда странно и как бы вот это вот вот она вот вызывал очка нажали вызвалась машинка тфу машинка лифт приехали второй этаж откуда мы спустились и мы поели мы попили мы там что-то сделали в идеале с напарницей и вышли на перекур я это место не могу назвать по-другому как курилка ну реально ну правда выжил такой как бы все и отдохнул покурил курение зло ребята она убивает поэтому курить не надо не советуюсь и сам не курю но ладно как бы поржали но все же здесь место реально хорошая тема в том что когда вы прилетаете на какую-нибудь иван пост ваши коллеги могут конечно в профиль в профиль для профитности конечно сидеть в турельках но можно же спокойно и занять снайперскую позицию потому что где-нибудь какой-нибудь человечек бежит и вдруг вы его прошли 5 а ты такую сверху упор кто это и со снайпа его чпуньк ну вариант отыгрыша роли как бы тут ребята уже сами придумывайте и вот она вызывал к если вдруг вы оказались здесь без лифта и и и так теперь к интересностям корабль все-таки довольно-таки большой массивный то это означает то что он не топит как усравшийся хотя вроде такие здоровые движки как бы все прям должно быть должно должно быть по красоте но ребят нет он топит плохо боковые трастры их не так много да и по сути что и верхних что и нижних как бы и так далее то есть вот трастров правда мало хотя бандура как бы большая что меня как раз в этом плане немножко и честно напрягает и максимальная скорость вот здесь опять же до большой корабль все дела исследователь ему гонять как усравшийся не надо но все же я лично хотел бы больше лично я зацените как уходит топливо для литра просто усасывает как не в себя все 947 это вся его ребята максимал очка очень большое количество истребителей особенно которые захотят вашей крови они вас догонят причем довольно таки ребят спокойно вас догонят и вот как бы вы сами должны прекрасно понимать что у вас будет ожидать и я еще по ходу здесь рвану ну что же корабль честно стоящий опять же смотря что вы хотите играете в один играете вы командой торговать вы хотите исследовать там машинки возить коллег своих прикрывать повоевать в конце концов как бы на этом корабле реально можно очень много чего попробовать вот я очень сильно ценю как раз таки многофункциональные корабли потому что вы можете на них делать очень много каких задач да ясно дело не так топово как чисто предназначены для этого корабли там торгаши грубо говоря в этой ценовой категории могут возить далеко не 72 ящика в разы просто больше вот воевать ясно дело есть корабли у которых пушки пострашнее будут и все в таком же духе но опять же корабль дрейковский как говорится из говна и в палок но свою задачу выполняет смотрится интересно много много чего может в их бобина реально интересно кстати пушки на крыльях как я помню можно поставить тоже фиксированные четверки на носу фиксированной пятерки плепить и да будет довольно таки больно и плюс три турели на двойках вот они не меняются ракеты тоже можно поменять и устроить такой прям фейерверк корабль классный но что думаете вы напишите в комментарии а чё это за бандура на крыльях смотри такая смотри смотри справа такая хрень здоровая похоже нечто кстати у как у кутерпиллера тоже кто знает что это тоже пишите комментарий может это некий трактор би но да ладно ну что ж корабль классный на мой личный взгляд жду ваше мнение лайки подписки нужно будет помощь с приобретением этой колымаги пишите а кстати прикол турелька боковая она как у хаммерхеда она прям вперед выезжает и как бы она прям отдельно от самого корабля торчит это классно слушай а вот здесь подожди а это для заправки старфарером в нее тыкаться и заправлять до филпорт на многих кораблях нету такого здесь он прям отдельно вписанный прям вот этот вот он здесь блин циги реально каждый новый корабль когда добавляют он про все лучше и лучше и лучше прям уважуха все и так уже обзор долгий лайки подписки пока пока